Ну, это очень подозрительный матч, ребят. Я, конечно, помню, что у Хохи был не самый бо... А, нет, у Хохи уже боевой хаос. У Хохи уже боевое крыло ИГИЛа. Вот. В смысле, четыре шикарных во... Слушайте, я вообще не помню, когда у Хохи было четыре шикарных воина. Хохи и шикарные воины, это что-то новое. Расстановка, правда, какая-то странная на Лосе. Окей. Правда, Хаи тоже как-то встали немножко непонятно. По индусам взятка со стадиона. Еще взятка у Хохи и девочка Бладвайзер. Да, если что, это играет 2400 Хаи против, там, 2200 условных хаоса. Бля, а что Хаи такие дорогие? Почему их никто еще не убил, я не понимаю. Лол. Почему мы живем в этом мире, где Хаи доросли до такого ТВ? Кто-то явно не дорабатывает. Ну, правда, команды довольно дорогие, потому что у Хаоса три замены. А у Хаёв две замены. Они все, правда, жирные, конечно. Как чайки на помойке. Планируется, кажется, фолло-силы. Ну, я так чувствую. Хотя, блин, кем фолить-то, лол? Фолить-то особо неким. Слушайте, такая качественная команда у Вентереса, что даже фолить неким. Смерть эльфам, да. Но, понимаешь, Эчкей, в этой игре есть один нюанс по поводу смертей и травм. Как я понимаю, придут они немного не оттуда, куда ждали и куда ждали. Откуда и куда. Обычно же ждешь, что Хаос будут убивать. Господи, мистер Нау, это не показатель. Кто только тебя с польты не вынес. Это вообще, как бы, любимое занятие, как бы, кто-кто-кто и забьет мистера Нау. Я видел игру у шведа. Окей. Я не видел у шведа. Пяточка? Стадион начал играть, ребята. Нигла? Найс. Смерть эльфам. Блин, а вот то, что сразу две взятки отъехало, это, конечно, неприятно. Рановато как-то. Не хотелось терять взятку так рано. Это попытка, типа, убрать паренька с перекрытия паса. Опа! Нехорошо получилось. И все равно пойдет на гол. Ну, там внутренние рероллы на все, это правда, только перехват есть. Перехват не прокатил. Ненавижу этот эльфийский смех, просто я не знаю. Так и хочется наступить ему на лицо, как бы. За вот эти, как бы, эльфийские интонации. Согласны, чатик? Я надеюсь, хаос сделает свое. Ивент на сайдстеп. Ну, они же надменные такие скотины, как бы. Хороший, конечно, концептуальный козляк. Как будто из команды ногогрызок. Нужны минусы. Нужны минусы для этой игры. Без минусов с этими хаями я не знаю, что делать. Я, честно говоря, реально не знаю, какой вин-кондишен против вот этих ребят. Вот честно. То есть, если эти хаи не стираются с поля, то вообще непонятно, что делать. Ты их в мяч не переиграешь просто. Только в тело. Одно радует, что здесь, как бы, у хаев настолько качественный лимит, что в кого ты не пихаешь, скорее всего, это будет добро. Пячить нельзя, да. Пячить, к сожалению, нельзя. Один из немногих таклов пытаются вырубить. Мысль правильная. Шикарно получилось. Нигла и аптека. Слушайте, как-то, как-то у нас какой? Третий ход, а ребята уже обменялись аптеками. А я не против. А я считаю, что это хорошо. Тратьте свои аптеки. Приятно, когда ты смотришь на то, как люди тратят аптеки, а не когда ты сам их тратишь. Это какой-то, знаете, как бы башерный вуайеризм. Если можно так выразиться. Да, ну тут как-то, тут как-то пока хорошо сыграл СТББР как аптекарь. Другой вопрос, что теперь все травмы будут уже прикольными. Я имею ввиду, теперь каждая травма будет дарить любовь, нежность, ласку, понимание. Ну правда, но правда хорошо, что это выпал стадион Хохи. Будь стадион Вентераса с магом, в этой игре точно было бы ловить нечего. Так еще можно поковыряться. Попытаться выстоять. Вообще, почему-то мне принцип игры Вентераса немножко напоминает Хаоситский. С вот этими блицами точечными. или скорее даже какой-то дарковский стиль игры. Жадный РР ради фала. Это видно было. Не знаю, я как-то когда смотрю на хайов, они обычно все-таки не так жестят, как дарки. Вот с другой стороны, так как я чаще всего на дарках вижу какого-нибудь условного анкола и ваш Берна, то понятно, что мои взгляды на дарков как бы это выразиться-то странные. Блин, седьмой армор, мысль правильная. Попалить бы еще, но скорее всего фала не будет. Далеко. Тут тебе недавно Думбадан показывали у Ситара. Знаешь? Реплей. Ругали? Разбирали. Денежку заплатил этот главный ученик Ситара, с которым ты играл, Акияма. И Ситарчик сидел, отрабатывал деньги. Так что не волнуйся, там была абсолютно сухая аналитика. Главный подаван, да, который потом как бы, которого Ситар потом в лаву скинет и обжарит его как курочку-гриль из кейпси. Главное еще про хайграунд помню. так. Так. Не хватает, конечно, МБшки этому парню. Но на Ютубе у Ситара. я, конечно, могу не полениться и поискать. Сейчас, подожди. Тут пока все равно ничего интересного, кроме пиканье другу в борду. Сейчас. по-моему, это было в матче Рубла у Ситара. Сейчас я проверю. Ага, да, да. Ты у нас на Твиче. Во второй части стрима Аду Мадам. Вот Ситар отыграл Рубл и потом эта игра. Да, не за что. Забавно Хаи давит на мяч. Мне почему-то немножко еще напоминает эту игру Вали в плане агрессии, фолов и сажания сайдстеппера на мяч. Валентин такое очень любит. Правильная перестройка. Благо пятую Агилу тяжело остановить столбиками. Она там как-нибудь пролезет, особенно с центра поля. Пятку бы хотелось посейвить через дочь и Агилу засетапить на гол. А, на фол. Окей. Такой прям классический ББ Чапай. опасный пол, кстати. Если выпадала бы дубль, то есть выпадала бы 2-2-1-1. Нет, ладно, не так. А если просто бы взятка не сыграла, то это отдавало бы Хохе супер простой гол. Вот так лучше сказать. Да, на подкатера придется тратить двух игроков. А, нет, я ей двух игроков. У силовика же захват. Все время забываю. Настолько редко вижу захват просто в ББ, ребят. мягко говоря, не самый популярный навык. Сетап гола. А зачем этот контакт, если ты блицуешь захватом, лол? Захват же нивелирует сайдстеп. А он давал ассист, как будто бы играл от сайдстепа. Я не понял. А в чем прикол, ребят, чатик? То есть это было и не три куба, и не странно. Может, чисто механически. Это вполне многое объяснило. Но, блин, вечеред, я понимаю, просто Хохэш сам играет с этим грабом миллион лет и не использует его по назначению. Это немножко забавно. Так, попытка найти шару. А, хотел сказать, почему не рерол, реролы-то кончились. Окей. Ну, по крайней мере, заставит кинуть Хоху лишний два плюс. Ситуацию это не спасет. Ну, кстати, попытка выбить Мбэкла в судо. Поехали. Как пасблок. У меня пасблок хорошо запоминается, как минимум, потому что эльфы постоянно берут эльдрила бокового удара. Ну, и Ногогрыз, конечно, Ногогрыз, конечно, свою лепту в пасблок внес. Я бы так аккуратно сказал бы. Ногогрыз для популяризации пасблока сделал многое. А, он качает. Ну, я ХЗ, конечно. Нет, я все понимаю, но я бы в такой ситуации не качался бы, ребят. По-моему, для того, чтобы качаться в этой ситуации, надо иметь такие огромные яйца. Ух. Нет, ну, ладно, как бы, покачались. Ясно. Надо как-то убить девятимувного агильщика за этот драйв на своей атаке Хаосита. СТБР? Ну, точнее, ладно, не буду включать музыку, это просто даджист. Без аптеки не СТБР, но где-то витает его дух прекрасный. Ну, разбитие лоса такое. Коряво разбитый лос, мягко скажем. Нашли все-таки кубики. Хотя логичнее было бить, наверное, целую линейку, ну, ладно. минус два с лоса, нормально. Да, как-то странно разыграл лос, если честно. Мне, кстати, показалось, что Вентерс в какой-то степени играет не так, как обычно. Что я имею в виду? вот он нет, даже не так, как обычно. Он немножко неправильно настроился на игру. Понятно. Хороший минус. Так вот, смотрите. он играет от блитцов МБ и от пятки. Это скорее условно какая-то андетско-некроманская игра, а не игра условных как бы или хуманская игра, а не игра хайов. Но при этом он пытается делать хайовские зацепы за мячик с помощью сайдстепа, против которого есть ультапрямая контра в виде силовика с грабом. Да? Классное, кстати, заталкивание на фол. Смотрите. Нестандартные способы использования граба. Но будут вполне стандартные способы использования пятки. Ха! Ну я Ситару уже давно говорю о том, что пора делать видеоуроки как правильно разбить лосс. А он все никак... Он сделал как ролик про Джиггернаута все, теперь на 5 лет в спящике. Пора делать ролик как правильно разбить лосс. Вот. Приятный фол. Слушайте, а как-то хаос пока что кончается быстрее, чем хаи. У вас нет такого впечатления? Внезапно. Ну ладно, они кончаются с одинаковой скоростью. Кстати, это ошибка. Это реально ошибка. Он просто дал очень простой... Очень простые кубы в супер важного игрока. Косячок от Вентереса. Это не очень большая ошибка, но как бы так и игру отдать можно. То есть такие косяки делать не стоит. Я понимаю прикрытие здесь, но фол был довольно опасный. Окей. если бы он не пробивал, там какие-никакие кубы сетапились. Ну, не знаю, Гудвар, оказывается, что люди не все могут уверенно взять и раскидать лос, как ты сказал. Вот глянь на Хоху. Хох не смог. Опять концептуальный МБ и видимо будет концептуальный фол, а нет, нет, фол сверху. О, господи. А что происходит? В смысле? А почему Хаи башит девятый армор? Я не понял. как мы попали в этот замечательный мир башинга хаоса? А где хаос? Подожди. Ребята, а где хаос? А что с хаосом случилось? Я не понял. Мы вроде собрались смотреть на смерти эльфов, нет? Или я что-то упустил? Выходят благородные хаоситы подраться, а мерзкие как бы эльфы их из-под тишка бьют и фалят. Клятый эльфы, да. Клятый место пусто не бывает. Что-то какой-то вообще развал. Вот. Эльфы хаоса? Может быть, может быть. Привет, Александр. Ай-яй-яй. Уф. Что-то как-то разочаровывает хаос в этом противостоянии пока что. хаоса. Хаоса. Ну, сейчас придется забивать И, видимо, это будет игра На условную, как бы, ничью Я не уверен, что хаи успеют Как бы поиграть на победу В этом меня терзают Легкие сомнения Ну, и придется верить В пятую агилу, как бы Оп А вот теперь стало опасно, кстати Слушайте Эх, не подвела агила Окей Ну, тяжело остановить Пятую агилу дальше под катом Но вообще тонко После фейла удара на дабле Это был очень опасный момент Потому что если не получается дочь То все, как бы, гг Хаи забьют Шикарные колокола, кстати Ну, ладно, не шикарные Хорошие колокола Еще за счет замен Как бы хаос вышел даже в Элфы пожалуйста Забегите очень простой Двухходовку и все Ну эльфы забегут и забьют Я не знаю зачем хаос Я понимаю что Я понимаю что остановить эльфов тяжело Но зачем давать им прям Ну вообще ультра халяву Это же даже не оборона ребят. В смысле, ну как бы хаи здесь делают вообще все, что захотят. Ты их просто не остановишь, как бы, такой расстановкой. Это как ежа голыми ягодицами, как бы. Да, они еще и лос побьют. С этого положения эльф может делать вообще все. Как говорится, что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Замат, извини. Мне что-то вообще не понравилась игра Хаоса сейчас. Я не понял, как бы, Хоху. То ли он Тиму сейвит, то ли, видимо, как бы он тоже согласен на ничью внезапно. Ну, похоже, похоже. Реально выглядит так, как будто они оба такие, типа, ну, нищья, так нищья. Ух ты. Смотрите, даже запаска лопнула. Самое смешное, что это, наверное, впервые на моей памяти команда Хохи реально выглядит, как команда, которая должна кабину ломать. А по факту ее даже эльфы избили. Это довольно неожиданный результат. Я бы, я бы как бы закомплексовал, если бы меня на... меня настолько крепко избили бы эльфы. А, ну, понятно. Все... Окей. В смысле, Хоха даже не пытается. Он такой, типа, да я их запишу. Да, окей. Ну, чувствуется атмосфера Руба Беэла. Чувствуйте вот этот вот компетив режим. Игра на победку, вот это вот все, ребят. Правда, почему-то вся игра на победку укладывается в концепцию хуящим друг другу МБшками и пятками, но окей. Я не осуждаю. Просто, я как-то, знаете, я привык к тому, что Хоха, что Вентерес довольно позиционные интеллектуальные игроки. А на практике это просто два башара, как бы. Ты имеешь в виду на Хоэ играл бы на победу? Да. На Хоэ точно стоит играть на победу, потому что Хаус не забьет двухкодовку. Один из башаров на эльфах. Ну, просто странно немножко. Ну, в принципе, Хоха должен задефаться, как бы. Тут, тут единственное, как бы, видимо, вин кондишн для Вентереса. Это какой-нибудь условный ивент на Блиц. Если сейчас выпадет ивент на Блиц, ну да, будет тоскливо. Ну да, тебя там это, как бы. Ну, в целом, не знаю. То есть, есть супер... Вообще, на самом деле, может быть, стоит поиграть с супергилой. Вообще, даже не знаю, стоил ли Вентереса... Я забыл о том, что есть пятиагильный сильнорукий мразотник. Хороший ивент, кстати. Ивент на гол. Ну, как бы, на повышение шансов гола. Страховка. Вот это очень приятно, кстати. А может быть, мы сначала забежим на гол, а не будем бить 2D-блоки, потому что Гладиолус... Гладиолус... Ясно. Нет, я, конечно, одобряю деструктивные мотивы. Я что-то решительно не понимаю, что сейчас происходит. Нет, я не предлагаю Башеру не бить. Я предлагаю Башеру сначала подвигать фигурки, а потом все остальное. Ну, будет, видимо, вкладка 5-ая гелия и попытка, типа, паса. Я понял. Блиц до забегания. Ну, я говорю, мне это непонятно. Блиц до забегания у меня вызывает легкую долю недоумения. Мне непонятно. Вентерас, кажется, уже не играет на победу. Ну, тут во многом сыграл просто... Ну, слушай, то, что Вентерас лайтово расставился, это из-за кика. Это понятно. Так, забежал на гол. Одним. Вторым. Сейчас будет обоюдоострый момент, конечно. Выталкивание. Да, правильно. Хорошая игра. Опа. Опа. Эээ. Ооо. Что-то есть ощущение, что сейчас не будет игры на... Так, оно добегает. Ну, что, будет рисковать через 4 плюс и, как бы... Есть гол? Вопрос, как бы... Твари мы... Или правы имеем? Сложный вопрос. Я думаю, что все-таки пойдет на гол. В смысле, это звучит так, как будто они днища, Годвар. А, все, по-моему, зассал. Окей. Ну, допустим. Не знаю, мне все-таки кажется, что можно было по-рок-н-ролльски рискнуть и попробовать дать пасы, как бы это... и пойти. Но... Но нет. О! Сила почти шведа. Ну, в принципе, рисковать нулевым козлом ради выталкивания топ-игрока вполне можно. Ну, странный матч, очень странный. Ну, я понимаю, что Хохе не хотелось как бы рисковать ничьей. Лучше синица в руках, чем журавль в заднице. Это понятно. Просто вот, скажем так, понятно, почему Хоха сделал 2-1, непонятно, почему как бы он потом дал Вентарусу спокойно поиграть. Вот это удивило, конечно. Ну, ты зря Вентарус на пике играет вполне как бы хорошо. Но тут, конечно, был не пик, скажем так. Странный матч, непонятный. У Хаоса броня 46, а травма 33. И потеря 28. Ребят, Хаос. Тут как бы даже хуже, чем у Ефирюги. Ну, кстати, реально можно констатировать факт, что Хаи избили Хаос. Что-то сегодня, видимо, не день Хаоса, как бы. И там избили, и тут избили, и сюда как бы поколотили. Вообще ужас какой-то. Вот так и играйте на Хаос. Это все многогрыз навел плохую карму на Хаос. Пошел катать Ладдер на Хаосе, и вот это вот все как бы справедливое. Это все... О, ребята, сегодня, кстати, блин, ладно, уже, наверное, ладно, я вас отправлю, я, как бы, стрим заканчиваю. Всем спасибо, кто сегодня был. Спасибо Громволду за за подписку. Вот. сейчас я вас отправлю кое-куда. Там сейчас, конечно, не очень интересно, но будет интересно в 7 часов. Блин, как у него ник пишется? Подождите, я сейчас найду. Сегодня в 7 часов Адант играет, сейчас играет Адант с Гаффи в спайке. Спайк или Робобел, это спайк. Оп. Да. А потом, короче, он еще играет с метанолом в рубле. Приедем там поболеть из-за метанола. Вот.